З нагоды проведения динаминации Управления антимонопольной ценовой политики Гомельского облака НКМА разгорнула масштабную проверку гандлевых объектов. Головная мета – выявить тех, кто перед сменой грошовых номиналов выросил выкарастать для накрутки цен. Другая мета – проверить. Ци усе гандлевые кропки позначили на ценниках динаминованные суммы. А в первых выниках проверки на пресс-конференции журналистам распавел начальник управления Андрей Сущевич. Повод для его слов, порушения выявили у пяти гандлевых объектах. Нарушения были в том, что цены на отдельные товары на ценниках были указаны в старых денежных единицах. Это в денежных единицах образца 2000 года. Всем вот этим, значит, нарушителям были направлены требования с тем, чтобы ценники и иная информация о цене товара были приведены в соответствии. Уже зараз усе выявленные порушения ликвидованы. Виноваты и притягнуты до дисциплинарной отказности. Усяго специалисты облывы канкама проверили больше, как 30 объектов у разных гандлевых сеток у разных районах в области. А гульный выник мониторангу. Гандлевая сетка Гомельщина отказно подошла до потребований, связанных с деноминацией. Факта у незаконного повышения цен не выявлена. И в целом, калеказать об повеличении лечбы у наценниках, навод за опошние полгода. Рызкого росту не назиралось. Практически все остается на уровне 100%. По отдельным товарам даже где-то немножко и сбросился, скажем так, рост цен. Допустим, в Житковичах чай черный байховый. Индекс роста составил 92,4%. То есть, наоборот, где-то снижение цены. За минулый месяц у среднем по краине инфляция склала 0,4%. Такие же лечбы и у Гомельской области. Специалисты означают, что это довольно станучий показчик. Дорога, контроль за усталеванием цен и выполнением потребований, связанных с деноминацией, будет протягиваться. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».